Красочные, яркие стоят на самом видном месте. Это все привычная часть современного городского пейзажа. Рекламные щиты. Однако далеко не все из них занимают место под солнцем на законных основаниях. Администрация Чебоксар уже занялась наведением порядка в этой сфере. В городе провели аукционные места под рекламные конструкции. Подробности прямо сейчас. Где купить путевку или обзавестись голливудской улыбкой? У какого оператора выгоднее звонки и смс? И где быстро пройти медосмотр? Чтобы получить всю эту информацию, чебоксарцам достаточно пройтись по улице. Количество рекламных щитов в городе на данный момент приближается к двум сотням. Некоторые из них предстоит в ближайшее время демонтировать, ну а некоторые наоборот, еще только ждут установки. 27 декабря на аукционе разыграли 63 места. От рекламных организаций поступило 18 заявок. Участники подняли ценник в 4 раза. То есть у нас при средней стартовой цене за место порядка 7 тысяч рублей. При базовой цене. Итоговая цена по итогам у нас вышла порядка 28 тысяч рублей за место. Иными словами, для города, вернее городского бюджета, торги прошли крайне успешно. Если провести несложные математические расчеты, то получится, что разыгранные места принесут городскому бюджету более 20 миллионов рублей в год. Разыгрываются они минимум на 5 лет. Впрочем, это не означает, что так называемая наружка будет расти как грибы после дождя в том месте, где предпринимателям будет угодно. В городе даже наметилась обратная тенденция. Касается это не только счетов. В прошедшем периоде, в 2013 году, мы приличную работу провели по, скажем так, сокращению количества вот этих рекламносителей. Ну, один из ярких примеров, допустим, вы помните, вот здесь вот на картине указано, это вот домот, видите, большое бродомаурное панно, да, мегафон, указано. Вот его сейчас нет, то есть оно демонтировано. Потом у нас на карусели на первой площадке большое бродомаурное панно было убрано. Поводом деземонтажа вполне могут стать жалобы горожан. Специалисты отмечают, начать разбирательство должны даже после одного обращения. Кстати, журналистов заверили безопасность и эстетическая привлекательность конструкций под присмотром. Их специалисты осматривают раз в неделю. Ольга Прычкина, Евгений Нисимов, Республика.